приветствую тебя доблестный воин да прибудет с тобой и нас меня зовут эрос я советник тимона как обстановка в лагере целом нормально но среди паладинов растет напряжение уже несколько месяцев нет связи с материком у нас кончается припасы и не хватает оружие я предлагал тимону напасть на лагерь пиратов и забрать их судно но капитан осторожничает и не хочет рисковать по мне так это лучше чем просто погибнуть от голода что вы планируете делать пока дракса не придет весточка будем сидеть здесь и ждать а потом видно будет как решить тимон но скорее всего мы скоро пойдем в атаку на лагерь орков наша задача остановить их любой ценой и мы сделаем это во что бы то ни стало расскажи о вашем отряде эх от нашего отряда осталось только название очень многие из нас погибли по глупости сначала стычка с пиратами потом наткнулись на несколько дозорных отрядов орков другие погибли в разведке остались лишь самые крепкие и удачливые тимон наш капитан эдвин мастер двуручного меча вивьен наш алхимик и маг гидеон мастер одноручного меча обрин мастер по арбалетам климент отвечает за снабжение ну и я твой покорный слуга советник тимона я могу чем-нибудь помочь думаю да раз ты сумел найти наш лагерь и не угодить в лапы пиратов и орков то значит тебе по плечу мое задание я тебя слушаю поручение опасное и у тебя вряд ли получится но сейчас у меня нет выбора в общем дело такое неподалеку от нашего лагеря есть два дозорных отрядов орков они перекрывают к нам все подходы и убивают наших разведчиков если ты сумеешь избавиться от них то я готов тебе дать золото и наградить отличным клинком паладинов думаю это тебя должно заинтересовать дело действительно непростое но я постараюсь что-нибудь придумать отряды орков уничтожены ты должно быть шутишь как тебе удалось в одиночку справиться невероятно просто я чертовски удачлив это правда ну что ж как я и обещал вот твоя награда носи этот клинок с честью и не оскверняй его низкими поступками иначе сам и нас накажет тебя я постараюсь ты можешь меня чему-нибудь научить я могу тебе научить как правильно обращаться со щитом я тимон командир этого отряда ты хотел меня видеть рассказывай какие новости ты принес нам зачем вы приплыли на остров нашими высшими магами огня было дано предзнаменование они узнали про этот остров и беду идущую отсюда если мы не вмешаемся то всему королевству может прийти конец наша цель остановить зло и навечно загнать его в бездну откуда оно пришло ты говоришь о борках или пиратах это разные стороны одной беды пираты мало чем интересны для нас они лишь марионетки в руках высших и жестоких сил и на них не стоит тратить время но вот орки они представляют куда большая опасность мы выяснили что они ведут раскопки добывает магическую руду а также обнаружили древний храм из которого идет главная опасность как мне кажется за прибытием орков стоит невидимая рука быть может зло острова призвало их сделать свое грязное дело в любом случае мы должны их остановить любой ценой почему вы не нападаете на орков потому что мы приплыли сюда не воевать разведать обстановку еще три месяца назад должен был приплыть корабль с припасами и подкреплением и тогда мы бы перешли в наступление но что-то пошло не так корабль так и не приплыл пираты не дают возможности поддерживать сигнальные костры на берегу а орки рыскают по всему острову и убивают любого из нас кто попадется им на глаза мы уже потеряли двух отличных воинов расскажи о себе я капитан гвардии паладинов не скотт у меня есть послание дракса о наконец-то скорее давай его суда я уже и не надеялся что дракс жив уже давно от него нет никаких вестей ну что ж не все так плохо дракс готовит восстание вооружает рабов и через несколько дней все будет готово к сражению значит нас скоро ждет большая битва мои ребята уже давно изнывают от безделья пора росить наши клинки крови врагов так значит вы скоро выступаете да скоро нужно решить еще пару проблем и можно идти в бой что передать драксу пускай ждет моего сигнала он поймет о чем я говорю просто передай ему мои слова что-то планируешь делать теперь извини но я недостаточно тебе доверяю чтобы раскрывать все планы я не знаю кто ты и откуда быть может ты связан с орками и просто хочешь выведать наши планы надеюсь я не прав и просто стал слишком недоверчив могу сказать кто я я бывший раб орков меня и моего друга захватили пираты и продали в рабство там я провел несколько недель но сумел доказать свою полезность за что орки сделали меня наемником и далее некоторые свободы а потом я просто сбежал я понимаю что ты не доверяешь мне но может я смогу быть чем-нибудь полезен и тем самым доказать что не враг вам ну хорошо поговори с остальными если ты докажешь что действительно хочешь помочь и докажешь свою честность то я быть может изменю свое мнение я так и сделаю эй приветствую тебя паладин кто ты такой я бывший раб орков меня зовут алластер раб говоришь интересно ты наверное успел пообщаться с драксом как там он поживает до с драксом я имел честь познакомиться очень умный человек хочу тебе сказать да ты прав он как иерус является советником тимона и всегда предлагаю только отдельные советы а как зовут тебя ты так и не сказал разве я эдвин верный паладин короля и мастер двуручного меча один из лучших в нашем отряде чем ты занимаешься в лагере в основном тренируюсь сейчас весь отряд вынужден скрываться здесь тимон всем строго-настрого запретил покидать лагерь кругом полно вручных дозорных отрядов и нам приходится как последним трусом прятаться и ждать была бы моя воля я бы давно пошел в атаку и перевезну глотки паре десятков этих бесе чем ты занимаешься в лагере в основном тренируюсь сейчас весь отряд вы нужден скрываться здесь тимон всем строго-настрого запретил покидать лагерь кругом полно вручных дозорных отрядов и нам приходится к последним трюсом прятаться и ждать было бы моя воля я бы давно пошел в атаку и перевезли глотки паре десятков этих бестий чем-то занимаешься в лагере в основном тренируюсь сейчас весь отряд вынужден скрываться здесь кругом расскажи мне о драксе как я понял вы с ним друзья ты правильно понял мы познакомились драксом 8 лет назад он как и я в то время был зеленым новобранцем жаждующим славы и приключений вместе с ним мы тренировались пили ром тавернах кутили это были славные времена скажу я тебе дракс любил больше продумывать план действий разгадывать хитрые замыслы врагов изучал трактаты описывающие военные дела и великие сражения я же большее внимание уделял тренировкам и оттачиванию мастерства владения клинком вместе мы были непобедимы его разум и моя сила давали всегда отличный результат очень скоро нас перевели в элитный отряд паладинов личные гвардии короля рабара 2 в общем вкусили все прелести жизни паладина рука об руку и когда начали собирать отряд для отправки на этот остров мы решили что это наш шанс показать себя а как же так получилось что ты не пошел корком вместе с драксом тимун приказал он посчитал что вдвоем рискуем два раза больше нежели один дракс да и мои навыки воина в шахте мало пригодятся если только мы не надумаем вдвоем идти на бой против сотен орков там нужно скрытность и тонкий расчет а в этом только дракс мастер ты неважно выглядишь что-то случилось я правда так плохо выгляжу черт да у тебя вид человека который не спал уже трое суток что-то случилось если ты это заметил значит и другие тоже я могу тебе помочь не друг вряд ли эй ты я вижу что у тебя что-то случилось не хочешь рассказать об этом слушай и тебе что больше всех надо я сам справлюсь со своими проблемами эй ты ты можешь показать пару приемов я слишком устал чтобы тренировать тебе может позже эдвин я хочу тебе помочь ох и приставу же ты аластер скажи зачем тебе помогать новознакомому человеку ну я тут больше меркантильный интерес я же авантюрист по природе люблю искать на свое мягкое место приключения если я помогу тебе то вляпаюсь в интересную историю а ты меня чем-нибудь отблагодаришь спасибо за откровенность принципе я ничего не теряю слушай сюда рассказывай что стряслось я влюбился я рад за тебя но в чем проблема тогда я влюбился в призрака вот в чем проблема эм это как ну какой ты непонятливый здесь недалеко от лагеря есть и большой погвост так вот как-то меня приспичило погулять хоть тему и то и запрещаем но сидеть здесь изо дня в день не за чертило Итак ночью это он покинул лагерь и направился туда не прошел я и ста метров как услышал чей то смех решив проверить откуда он доносится я направился туда и нашел ее. Ты не поверишь, Алайстер. Она была так красива, что я сразу потерял голову. Я даже не удивился, как она оказалась одна на кладбище ночью. Ее смех был подобен звону колокольчиков. Ее руки словно две лозы, а глаза бездны океана. Она отвела меня в старую строжку смотрителя. Мы провели с ней всю ночь. А на утро она исчезла. И что же случилось дальше? Весь день я ходил словно во сне, и вспоминая нашу встречу. Ее губы, глаза, смех. Я не мог дождаться заката, чтобы мы снова встретились. Но следующую ночь я опять отправился на погост. Она была уже там, еще более красивая, чем в первый раз. Мы вместе смеялись, танцевали, любили друг друга. Так прошло три дня. А после этого она исчезла навсегда. И теперь каждую ночь я прихожу на этот погост и зову ее. Но в ответ слышу только завывание ветра и давящую пустоту кладбища. Аластер, я не знаю, что мне делать. Если я снова не увижу ее, то скоро погибну. А ты спросил, кто она и откуда? Да, спрашивал. Но на это она грустно улыбалась и молчала. Я не стал настаивать и чем-то огорчать ее. Она сказала лишь то, что может приходить только ночью. Это все, что я знаю. Я попробую найти ее. Если ты поможешь мне, то я отдам все, что у меня есть. Только найди ее. А как ее звали, ты хоть знаешь? Ее звали Мелина. Хорошо, я займусь этим. Но ты должен обещать, что больше не будешь ходить на кладбище. Ну, эх, ладно. Я буду ждать от тебя известий и пока прекращу свои вылазки из лагеря. Эй! Ты можешь показать? Я слишком. Постой. Я тебя раньше здесь не видел. Как ты оказался в нашем лагере? Меня зовут Алластер. Я принес послание Тимону. Ах, вот оно что. Интересно, как же тебе удалось пробраться мимо орков? Немного удачи и осторожности. Да мне не привыкать к опасностям. Не привыкать, говоришь? Может, ты поможешь мне? Точнее, даже не мне, а всему нашему лагерю. Не расскажешь поподробнее, чем я могу помочь? Меня зовут Климент. Я ответственный за снабжение лагеря и должен следить, чтобы припасов и оружия было достаточно. Но случилась беда. Когда мы высаживались на берег, на нас напали пираты и часть продовольствия утонуло. Это моя вина, что я не уследил. И теперь из-за этого в лагере перебои с провиантом. К тому же не хватает оружия. Если бы ты смог найти и вернуть наши запасы, то я бы не остался в долгу. Возможно, я могу тебе помочь. Где искать ваши пожитки? На берегу, неподалеку от пиратского поселения, есть небольшая бухточка. Там мы высаживались с наших лодок, когда произошло нападение. Тебе нужно внимательно осмотреть дно. Я не думаю, что запасы далеко отнесло течением. Груз был достаточно тяжелым. Хорошо, я найду их. Почему вы не пополняете припасы охотой? Здесь же полно разной живности. Приказ Тимона. Он запретил кому бы то ни было из отряда покидать лагерь. Он не хочет больше терять людей. В этом я с ним согласен. Нужно беречь силы для скорого боя с орками. Я могу у тебя что-нибудь купить? Как я тебе уже говорил, все наши запасы гниют на морском дне. Если вернешь их мне, то возможно я найду чем поторговать с тобой. В вашем отряде нет кузнеца? Нет, он погиб, когда шел бой с пиратами. Теперь у нас некому делать новые клинки. Парням приходится теперь лучше следить за своим оружием и не разбрасывать, где попало. Как ты стал паладином? Ну, ты знаешь, у меня не было другого выбора. Моя семья была очень бедная. Отец погиб в сражении, когда их дозольный отряд наткнулся на банду бандитов. Их оказалось два раза больше, чем паладинов. И все закончилось плохо. Поэтому, чтобы прокормить себя и родных, я решил выбрать службу в ордене. И никогда не жалел об этом. Здесь хорошо платят. Да и нести добро и свет инноса лучшее, что может быть для меня. Эй, друг, у тебя не найдется что-нибудь выпить? Выпить? Странно слышать такую просьбу от паладина. Да ладно тебе. Голова трещит, сил нету. Только выпивка и спасаюсь. Если у тебя есть ром или грок, тащи мне, вдолгу не останусь. А что с тобой случилось? Чертов остров. Сам Белиар проклял его. Когда мы приплыли сюда, то вязались драку с пиратами. Но я неплохо владея магией решил этих бестий накрыть огненным дождем. Чего с ними возиться-то? Ну и бахнул. Начнулся через пару дней чудовищной головной болью, которая теперь меня преследует постоянно. Просил Вивиена что-нибудь сделать с этим, но он только разводит руками. Деткость остров проклят, магия ведет себя не так и, возможно, последствия. А его знания и алхимии хватит только на то, чтобы приготовить эликсир, ненадолго снижающий боли. Хм, ну я и обиделся и послал его к черту, обозвав тупицей и болваном. Теперь он не хочет даже со мной здороваться. Такие дела. Понятно. Где я могу достать выпивку? Поговори с Климентом. Он у нас снабженец. У него всегда в зоначке есть парочка бутылок. Только не говори, что это для меня. Иначе он ничего тебе не продаст. Ты с ним поругался? Нет, просто он боится, что Димон узнает, что он мне продает выпивку и получит, нагоняя. Капитан в пьянстве в нашем отряде не поощряет. Чем ты занимаешься? Я тренировал новичков сражаться одноручным мечом, когда наш отряд находился в столице. А так мое дело маленькое, как скажет Димон. А ты покажешь пару приемов? Тащи Грога, да побольше, тогда поговорим. Приветствую тебя, Паладин. Чем занят? Зови меня Обрином. А занят я тем, что уже несколько дней пытаюсь починить свой любимый арбалет, и все безрезультатно. Расскажи мне о себе. Ты всегда так общаешься с первым встречным. А ты не думал, что мы с тобой не такие друзья, чтобы я тебе рассказывал о своей жизни? Да, но другие... Может тебе стоит к ним вернуться и продолжить разговор? А ты не очень приветлив. Извини, если задел твое самолюбие. А разве у вас никто не умеет ремонтировать оружие? Увы, это так. Наш кузнец скончался, и теперь с ремонтом большие проблемы. Все так и трясутся, чтобы ни одна царапинка на лезвиях не появилась. Даже тренироваться стали меньше из-за этого. А мне вот не повезло. Когда я высаживался на берег из лодки, то умудрился уронить свой арбалет в воду. После этого механизм стал клинить, а теперь вообще перестал работать. Может, я смогу тебе помочь? И как же ты мне поможешь? Ну, например, найду мастера, который возьмется его отремонтировать. Хм, если это так, то я буду тебе очень признателен и в долгу не останусь. Но мне нужен твой арбалет. Боюсь, кузнец сам не захочет идти через полострова, чтобы посмотреть на него. Мм, да-да, ты прав. Забирай. Но смотри, если потеряешь или доломаешь его, у тебя будут неприятности. Да, конечно. Так, пусть придется оба арбалета облина. У тебя не найдется болтов для арбалета? О, этого добра хоть отбавляй. Если есть золото, то милости прошу. Также Вивьин сделал магический порошок. И теперь мои болты зачарованы различной магией. Я могу у тебя чему-нибудь научиться? Я не учу новичков. На это нет ни времени, ни желания. Если ты уже имеешь первоначальный навык, тогда я покажу тебе еще пару приемов. Понятно. Так. Хорошо, пока мы с ним все. Эй! Как дела? Дела не очень хороши, прямо скажем. Этот остров просто пропитан черной магией. И мне приходится тратить очень много времени, чтобы сотворить даже самое простое заклинание. А чем ты занимаешься? Меня зовут Вивьин. Я паладин короля. Занимаюсь алхимией и магией. Из всего отряда, что прибыл на этот остров, только я могу справиться с темным заклятием и применять заклинание без последствий для себя. А чем ты занимаешься? Меня зовут Вивьин. Понятно. Я могу тебе как-нибудь помочь? Есть у меня одна идея, которую стоит попробовать реализовать. Что за идея? Я сотворил заклинание поиска с целью найти источник силы на острове и обнаружил, что здесь помимо древнего храма, где сейчас обосновались орки, есть еще несколько статуй Инноса, которые еще сохранили свою магическую силу и связь с Богом Света. Но темная магия осквернила и их. Если бы ты смог найти эти статуи и провести ритуал очищения, то возможно это бы ослабило проклятие. Я не уверен, что из этого выйдет толк, но попробовать нужно. Я бы и сам этим занялся, но боюсь, Тимон меня не отпустит, посчитав это слишком рискованным делом. Я проведу ритуал очищения. Я чувствую, что твоя судьба очень тесно связана с этим островом. И возможно Иннос смилостивится над тобой и у нас все получится. Ладно, держи эту святую воду и набросок карты острова. Правда, тут все условно. Заклинание было очень ослаблено и многих деталей мне не удалось разглядеть. Но суть я передал. Хорошо, я все понял. Сколько статуй на острове? Всего их семь. Я думаю, что это не случайно. Цифра семь исконно является магической, обладающей огромной силой. Все маги-алхимики это знают. Думаю, древние, что жили на этом острове, тоже учитывали это, когда воздвигали их. Также обрати внимание на расположение статуй по карте. Они стоят по всему периметру острова в виде круга. Думаю, они служили неким защитным барьером. Ясно. Как мне провести ритуал? Тебе нужно окрабить каждую статую этой водой. Делай это медленно, вознося молитвы Инносу. Я скоро вернусь. Кстати, забыл тебе сказать, чтобы ты был предельно осторожен. Заклинание поиска открыло мне, что все статуи охраняются нежитью. Думаю, темный маг не хотел, чтобы кто-то снял проклятие с них. Поэтому хорошо подготовься. Я могу дать тебе несколько зелья лечения. Они должны помочь тебе. У меня что-нибудь другое, да. Я могу купить у тебя зелья и свитки? Да, кое-что из зелья я могу тебе продать. А вот со свитками, увы, помочь не могу. Слишком опасно использовать их здесь. Гидеон уже испытал это на себе. А что с ним случилось? Ну, он немного повредился рассудком. Поговори с ним сам и все поймешь. Ты можешь меня чему-нибудь обучить? Хм, могу научить тебя основам алхимии. Думаю, каждый воин должен уметь сам позаботиться о себе и сварить пару зелья лечения, а не бегать по торговцам и магам. А как насчет магии? Ты чем меня слушал? Я же говорю, это очень опасно. Маг, что наложил проклятие на остров, был очень могущественен и знал толк в своем деле. Чтобы разрушить его заклинание, потребуется сила около десятков высших магов. Ты знаешь о головных болях Гидеона? Конечно, знаю. Почему ты не хочешь ему помочь? Пускай для начала поучится вежливости. И это все? Каким рецептом ты можешь обучить меня? Есть несколько, выбирай. Алексей Духа, Алексей Страхманович. Эй, ты! Я бы на твоем месте держался от этого храма подальше. Да? И что в нем такого опасного? Когда мы прибыли на остров, а потом перебрались в эти раввины, то первым делом решили здесь все обследовать. Этот храм как нельзя лучше подходил нам для штаба. Я и еще несколько паладинов отправились на разведку. Когда мы спустились вниз, то обнаружили пару крыс и лишь несколько скелетов. После этого мы перенесли сюда вещи и амуницию и начали обустраиваться для сна. Ничего не предвещало беды. А ночью произошло ужасное. Нечто вылезло из стены и одним махом убило двух спящих воинов. Если бы не наша выучка, то погибли бы все. Нам удалось отбиться и отступить на поверхность. Это стоило жизни еще троим. После этого случая мы никого не впускаем в храм и круглосуточно следим, чтобы это чудовище не вылезло наружу. Как тебя зовут? Меня зовут Гром. Я верный слуга короля и паладин Иноса. А кто ты такой? Я раньше тебя не видел. Я Алластер, бывший раб рудной шахты. Ты везучий парень, раз смог вырваться из их лап. Я думаю, ты сможешь помочь нам в борьбе с орками. Такие люди нам нужны. Почему вы не убьете это чудовище? Убьете? Ты, должно быть, шутишь. Этот вор очень сильный и движется с огромной скоростью. Когда мы отступали из храма, нас спасло только одно. Плотный ряд щитов, слаженные действия в обороне. Если бы мы сражались по одному, вряд ли кто-нибудь смог уйти живым. Ты не боишься, что эта тварь вылезет из храма? Нет. Мы с Стражем Ход уже не один месяц, но эта тварь ни разу не выползла. Я думаю, что какая-то магия мешает ей покинуть стены этого места. Быть может, она что-то охраняет? Я не знаю. Кто-нибудь уже ходил на разведку в храм? Да. Мы уже организовывали разведывательный отряд. Но несмотря на то, что мы обшарили каждый уголок, найти так ничего и не удалось. Я не знаю, где прячется эта тварь, но могу сказать абсолютно точно, оно до сих пор там. Я это чувствую. Я хочу сам осмотреть храм. Ты что, совсем с ума сошел? Это очень опасно. Разве ты этого еще сам не понял? Я думаю, раз это чудовище там что-то сторожит, то это наверняка мне пригодится. Ведь я охотник за сокровищами и не могу упустить такой шанс. Нет. Если ты не дорожишь своей жизнью, то это еще не значит, что я отпущу тебя на верную смерть. По сути сам, если я не вернусь, вы ничего не потеряете. А вот если я смогу победить чудовище, то это избавит вас от врага в вашем тылу. Хм. Да. Наверное, ты прав. Мне и самому не очень нравится, что эта тварь живет рядом и в любую минуту может оттуда вылезти и перебить поллагеря. Значит, ты даешь свое разрешение. Да. Но с одним условием. Мы пойдем вместе. Что нового в лагере? В лагере все тихо. Но будь моя воля, я бы как можно быстрее убрался из этого проклятого места. Здесь живет зло. Очень древнее и могущественное. Одним отрядом паладинов здесь явно не справиться. Так, хорошо. Сейчас сохранюсь, и мы пойдем жопу драть демона. Ну, точнее, он нам, наверное, по-любому. Пойдем в храм. Следуй за мной. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь никого нет Как и в прошлый раз Оно наверняка где-то прячется Но вот где? Даже если это чудовище умеет проходить сквозь стены Его древние хозяева вряд ли обладали этим искусством А это значит, что здесь должен быть тайный ход Тайный ход? И как ты предлагаешь его найти? Мне нужно подумать А ты прикрывай мне спину, если эта тварь вдруг выскочит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok